Курсы технического дайвера То есть ему выдаются материалы для самостоятельного изучения учебника И он после прочтения, уже имея какую-то базу, обсуждает потом это все со своим инструктором Инструктор проверяет, насколько качественно он усвоил знания и оценивает его Ну и, соответственно, разбирает те неясные моменты, которые возникли у дайвера в процессе изучения материала Второй сегмент курсов – это практические занятия, отработка навыков в закрытой воде То есть в спокойных условиях на глубине до 10-12 метров В зависимости от ассоциации во всех стандартах прописана обязательно глубина, максимальная глубина так называемой закрытой воды Проводятся все упражнения, где инструктор демонстрирует, как нужно выполнять конкретное данное упражнение И студент повторяет его до тех пор, пока инструктор не останется удовлетворен качественным исполнением Это второй сегмент Третий сегмент – это отработка всех тех же навыков, но уже в реальных условиях открытой воды То есть в реальном водоеме, в реальных условиях Те же все навыки повторяются и отрабатываются, как правило, во время исполнения какого-то учебного погружения И четвертый сегмент – это сюрпризные упражнения, упражнения на стресс Это такие упражнения, которые инструктор устраивает специально для студентов Для того, чтобы проверить, насколько они способны адекватно работать в условиях стресса В условиях отказа снаряжения, аварийных ситуаций И насколько они смогут самостоятельно справиться с любыми неприятностями, которые могут возникнуть у них под водой Последний из озвученных сегментов очень важен Тут надо понимать, что все аварийные ситуации, которые отрабатываются и устраиваются во время этого сегмента Они реальные, то есть они несут реальный риск и опасность для здоровья Поэтому их надо обязательно делать только под контролем, непосредственным контролем опытного инструктора Который сможет вам оказать помощь, который не даст вам возможности навредить себе То есть, как вы понимаете, из всех четырех сегментов для самостоятельного изучения доступен, собственно, только один первый сегмент Это работа с теоретическими материалами Его-то мы вам и предлагаем в наборе наших видео, которые будут по этому курсу Также мы, возможно, попозже сделаем видео, на которых покажем выполнение практических навыков Пожалуйста, не пытайтесь отрабатывать любые навыки технического дайвинга самостоятельно В итоге вы просто потеряете время и деньги Сегодня я хочу начать вторую главу из теоретических занятий по техническому дайвингу Это глава о снаряжении для технического дайвинга Итак, давайте разберемся, какое снаряжение подходит для технического дайвинга По каким принципам его подбирать По каким критериям его конфигурировать Снаряжение для технического дайвинга должно соответствовать трем основным критериям Первый критерий – это надежность Согласитесь, что вы не будете счастливы, если ваш регулятор, который вы купили из экономии Потратив немного меньше денег, но взяв не очень известного производителя Или сомнительного какого-то производителя, о котором пока нет достаточного количества отзывов Откажет у вас во время погружения, и вы получите проблему Второй принцип – это соответствие поставленным задачам Все снаряжение делается для определенных целей Есть регуляторы, которые делаются для теплой воды Есть регуляторы, которые делаются для холодной воды Холодноводные вы можете использовать в теплой воде А вот тепловодные в холодной воде будут вставать на фрифлон Если вы решили сэкономить и взяли дешевую модель тепловодный регулятор Большая вероятность того, что вы получите проблему во время своего погружения третий принцип это ремонтопригодность что я имею ввиду под ремонтопригодностью все снаряжение подлежит ремонту может быть только какие-то одноразовые китайские непонятного производства вещи не невозможно отремонтировать потому что они просто рассыпаются в руках при любом прикосновении все же остальное снаряжение возможно отремонтировать но сколько усилий надо потратить для ремонта сколько денег и сколько времени если вы купили самый лучший регулятор но для его ремонта нужен очень специфичный ремкомплект который нигде не достать сервисные центры их практически нет да то есть один сервисный центр на всю страну куда его надо отправлять да и опять же стоимость такого ремонта может быть запредельная по той же причины что он достаточно эксклюзивен будет ли это вас радовать и если у вас выйдет регулятор такой в процессе какой-то экспедиции или поездки из строя даже вы просто не сможете найти нигде на него ремкомплект поэтому ремонтопригодность это еще один из критериев для подбора снаряжения для технического давима при конфигурации то есть при сборке технического снаряжения применяют три основных правила вернее как бы два правила и одно условие такое пожелание больше чем условия итак первое это дублирование дублирование что означает это означает что все снаряжение как от которого зависит наша жизнедеятельность под водой должно быть продублировано а от чего зависит наша жизнедеятельность в первую очередь мы что должны дышать да соответственно источников воздуха у нас должно быть два и регуляторов тоже должно быть два второе мы должны видеть и чтобы у нас была возможность видеть у нас должно быть две маски да то есть случае потери или выхода из строя одной мы можем заменить на другую и видеть показания приборов окружающую среду напарников ведь просто в воде мы видим очень плохо и читать показания приборов мы не сможем следующее мы должны регулировать свое положение тела в воде чтобы регулировать свою плавучесть что нам для этого надо компенсатор плавучести соответственно нам надо дублировать плавучесть нашу для этого мы можем использовать как крылья двухкамерные так и сочетание крыло сухой костюм что еще нам надо быть всегда уверенными как глубоко мы находимся и сколько времени мы находимся под водой а для этого нам нужны подводные измерительные приборы да то есть это может быть bottom timer который показывает нам глубину и время либо компьютер соответственно при выходе одного из этих приборов нам нужен дублирующий чтоб не потерять эти сведения и чтобы выйти без каких-либо проблем после погружения еще два пункта которые могут понадобиться может нам понадобиться продублировать это первое источники света то есть если наше погружение предусматривает что мы будем погружаться в условиях плохой освещенности нам понадобится дублирование источников света в этом случае правило применяется не просто дублирование то есть у нас должен быть один источник света основной и два дублирующих на случай выхода одного из дублирующих из строя тут мы дублируем конкретно запасной источник света аварийный будем говорить так и еще нам может понадобиться режущий инструмент на случай если мы можем запутаться ну погружаясь в наших водоемах где мы можем легко попасть там в матки сетей до старые сети расставленные не знаю там лески натянутые там крючками зацепиться можем без режущего инструмента в принципе нырять не стоит и естественно мы его должны продублировать чтобы если мы вдруг как-то потеряли один из них то у нас был бы под рукой обязательно 2 чтобы мы не остались под водой остальное же оборудование технический дайвер берет по мере необходимости если вам что-то необходимо на данном погружении вы это берете если этого мне понадобится нет смысла таскать это с собой принцип подбора оборудования для технического дайвинга надо взять с собой все что вам может пригодиться и не взять ничего лишнего основным принципом конфигурации снаряжения для технического дайвинга является минимизация точек зацепа то есть ваше оборудование должно быть максимально обтекаемо чтобы не создавать сопротивление дополнительного при движении и оно не должно иметь всевозможных выступающих свободных незакрепленных концов которые могут зацепиться за что-либо под водой тем самым создав вам проблем еще одним принципом который не является столь строго обязательным но рекомендуем является унификация снаряжения что это означает смотрите если в вашей команде у всех членов команды разное снаряжение то во время экспедиции в случае выхода из строя оборудование у кого-то одного он должен с собой иметь полный набор всевозможных запчастей ремкомплектов чтобы его починить если же у вас оборудование одного производителя и достаточно однотипное то это очень легко взаимозаменяемое вы можете взять запчасть у своего товарища и сам набор и объем запчастей будет значительно меньше который необходимо будет транспортировать с собой вот исходя из всего выше перечисленного технические дайверы и подбирают и конфигурируют свое снаряжение теперь давайте немного поговорим непосредственно о самом снаряжении я не буду давать каких-то рекомендаций по каким-то определенным моделям и маркам ну это во первых я считаю абсолютно бессмысленно потому что в то что я рекомендую возможно распространено только в той области в том регионе где я занимаюсь дайвингом до в вашем регионе этого снаряжения может быть вообще не быть или она у вас не распространено поэтому вы получите проблемы с ремонтом правда есть модели которые наверное являются самыми распространенными и я о них немножко скажу собственно я сам такие модели использую потому что мне приходится очень много путешествовать по роду своей работы и соответственно я погружаюсь в разных точках мира поэтому я выбираю такое снаряжение которое я могу отремонтировать в любой точке мира но это все равно не будет прямой рекламы я не буду вам рекомендовать какие-то определенные модели просто расскажу о марках снаряжения которые легче всего обслужить и отремонтировать практически в любом месте итак начнем мы с баллонов и вентилей ну вы уже знаете из предыдущих курсов что у нас используется в дайвинге два основных типа баллонов это стальные баллоны и алюминиевые баллоны композитные баллоны не получили широкого применения так как они имеют очень высокую плавучесть и для компенсации этой плавучести приходится таскать с собой очень много грузов для баллонов с домной смесью которые мы используем либо в конфигурации сайдмаунт либо в конфигурации бэкмаунт то есть при использовании спарки лучше всего использовать стальные баллоны по какой причине стальные баллоны занимают меньший объем стальные баллоны весят меньше и И стальные баллоны всегда обладают отрицательной плавучестью. То есть для компенсации положительной плавучести этих баллонов вам не потребуется брать дополнительных грузов. Есть у них и существенный недостаток. Они очень подвержены коррозии в соленой воде. Поэтому на морских курортах чаще всего используются алюминиевые баллоны. Алюминиевые баллоны легче, алюминиевые баллоны дешевле. И алюминиевые баллоны не подвержены коррозии. Поэтому они работать могут дольше и не требуют они такого ухода. То есть с остальными баллонами в соленой воде нужен глаз да глаз. Малейший скол, надо тут же заделывать этот скол, обрабатывать специальной грунтовкой и покрывать краской, иначе сразу пойдет коррозия. И потом баллон такой может просто не пройти инспекцию. С алюминиевыми баллонами все проще. Для этапных баллонов и стейджей наоборот. Удобнее всего использовать алюминиевые баллоны. В техническом дайвинге используются только вентили стандарт 1. Стандарт йог считается менее надежным и не используется в техническом дайвинге. Кроме того он более громоздкий и создает лишние точки зацепа. В техническом дайвинге в конфигурации бэкмаунт в качестве источника воздуха мы используем спарку, баллонную спарку. Как сделать баллонную спарку? Нам понадобится два баллона одинаковых. Нам понадобится два H-вентиля, правый и левый. И нам понадобится изолирующий манифолд, чтобы соединить эти вентили и эти баллоны в одно целое. Плюс нам понадобится кольца для соединения баллонов, которые не позволят этой конструкции разъехаться и соответственно не позволят сломаться манифолду. Ну опять же и к этим кольцам они соединены и стягиваются шпильками. И к этим шпилькам мы как раз и крепим нашу подвеску, чтобы прикрепить нашу спарку к нам. Принцип работы баллонной спарки, вентильной группы баллонной спарки, вы можете посмотреть по этой схеме. Смотрите, что получается, что вентили, которые у нас находятся справа и слева, они перекрывают выход газа из баллона через регулятор. При этом они не перекрывают ток газа из баллона в сторону манифолда и другого баллона. Следовательно, например, закрыв правый вентиль, мы теряем только правый регулятор. При этом газ мы будем, если мы будем дышать из левого регулятора, мы будем потреблять газ из обоих баллонов. Второй элемент снаряжения технического дайвинга – это компенсаторы плавочести. Крылья бывают двух основных видов – это бублик и подкова. То есть видом они напоминают либо бублик, либо подкову. Крылья могут иметь различные исполнения. Они могут иметь утягивающие элементы, так называемые бандажи. Могут их не иметь. Могут иметь различные покрытия, немного отличаться по форме. То есть акцент на плавучесть у них может быть перенесен в верхнюю часть, в нижнюю часть. Все они имеют какие-то свои плюсы и минусы. И вам придется подбирать, исходя из своих задач, основным критерием при выборе крыла является его грузоподъемность. Грузоподъемность может быть указана производителем как в футах, так и в килограммах. То есть, например, крыло DiveRide TechRack 45 имеет грузоподъемность 45 футов. А крыло, например, TechLine 20 имеет грузоподъемность 20 килограмм. Как подобрать необходимую вам грузоподъемность? Задача не из простых на самом деле. Для этого вам надо собрать очень много данных. И в первую очередь данные о плавучести вашего снаряжения. То есть, какую отрицательную плавучесть создает ваше снаряжение. А в основном все снаряжение имеет отрицательную плавучесть. То есть, практически все у нас тонет. Либо опытным путем все оборудование присоединяется к вашему крылу. Крыло накачивается, мы его опускаем в воду, и это все не должно утонуть. Еще одним видом компенсаторов плавучести являются системы SideMount. SideMount это, как правило, крыло, интегрированное с подвеской для крепления баллонов по бокам. Крылья в SideMount бывают двух разновидностей. Это крыло в виде подковы и крыло в виде мешка, который расположен за спиной. То есть, это один целый объем, не разделенный пустым пространством посередине, как, допустим, в крыльях бублик, а единый целый, как рюкзак. В зависимости от поставленных задач, от того, какую должна быть грузоподъемность SideMount, вы будете выбирать уже необходимую вам модель. Я думаю, что ваш инструктор на курсе всегда вам даст советы, исходя из того, что в данный момент доступно на рынке, и что соответствует уровню ваших погружений и, возможно, вашим дальнейшим планам. Итак, следующим элементом нашего снаряжения является спинка подвески. Спинки выпускаются из трех основных материалов. Это сталь нержавеющая, это алюминий и это титан. Соответственно, самые дешевые спинки из алюминия. Следующие по цене идут спинки из нержавеющей стали. И самые дорогие спинки из титана. В чем их основное различие? В первую очередь, это вес. То есть, если вы не ограничены в весе при транспортировке снаряжения, то проще всего использовать спинки из нержавеющей стали. Если же и ваш вес ограничен, то у вас стоит выбор. Либо дешевый алюминий, либо дорогой титан. Дальше идет сама подвеска. В качестве подвески используют, как правило, моностропу, собирая из нее классическую конфигурацию Хогарта. Она с собой представляет неразъемную моностропу, на которой присутствует 5D колец. Два D кольца у нас плечевых. Одно D кольцо у нас находится с левой стороны. И одно D кольцо у нас находится сзади брасового ремня. И одно D кольцо спереди брасового ремня. Также есть одна стальная пряжка и одна пластиковая пряжка для фиксации канистры фонаря. У некоторых людей возникают сложности при снятии снаряжения. Но это говорит скорее о либо плохой очень физической форме, или плохом состоянии здоровья, когда у вас ограниченная подвижность сустава. В принципе, тогда лучше уже не заниматься техническим дайвингом. Либо о том, что вы просто не умеете правильно одевать и снимать снаряжение. На самом деле никаких проблем при снятии снаряжения с неразъемной моностропой не возникает. Следующий компонент технического снаряжения это регуляторы. Регуляторы, как вы знаете, уже бывают двух типов. Это поршневые и мембранные. И те, и те используются в техническом дайвинге. Основные мои регуляторы это регуляторы Apex. Почему? Я использую Apex по двум причинам. Первое. Очень надежные регуляторы. Бренд имеет большую историю и делает качественное снаряжение. Правда, не очень дешевое. И второе. Для всех регуляторов Apex, ну почти для всех, подходит один ремкомплект. Один ремкомплект для всех моделей первых ступеней. И один ремкомплект для всех моделей вторых ступеней. Что очень-очень удобно при обслуживании, особенно в дороге. Все регуляторы Apex первые ступени, они все мембранные. И вторые ступени я использую серии XTX. Это холодноводные ступени. Потому что они прекрасно работают как в холодной воде, так и в теплой воде. Разница в цене очень незначительна между холодноводными и тепловодными вторыми ступенями. И я никакого смысла не вижу потратить чуть меньше денег и получить ограничения в области использования снаряжения. Как конфигурируются регуляторы под спарку, мы с вами рассмотрим попозже в отдельном видео. Могу сказать только кратко, то что у нас должно быть две первых ступени, две вторых ступени, два шланга поддува разной длины. Потому что один пойдет у вас на поддув крыла, и второй на поддув сухого костюма или второй камеры крыла. Один манометр на шланге. Шланг подбирается индивидуально в зависимости от вашей комплекции. И, как правило, стандартный шланг, который идет с манометром, он чуть длиннее, чем нужно. Поэтому, скорее всего, вам придется его укоротить, то есть взять более короткий шланг, чтобы у вас не было торчащей петли. Далее, вам понадобится на вторую ступень, на одну из вторых ступень, стандартный шланг, который идет в комплекте. Первая и вторая ступень. И на второй вам понадобится двухметровый шланг. Плюс нам понадобится два карабина, один, который мы привяжем к основной второй ступени, который у нас на длинном шланге. Второй карабин мы привяжем к манометру. И нам понадобится ошейник для того, чтобы зафиксировать вторую запасную ступень у нас в области шеи, вот здесь. Как я уже сказал, подробнее о длинах, о том, какие манометры выбирать, какие карабины, какая длина шланга у того или иного, мы поговорим отдельно. И как все это собрать и конфигурировать и трассировать на спарке, все это мы рассмотрим в отдельном видео. А сейчас идем дальше. Следующим важным элементом снаряжения у нас будут измерительные приборы. Какие измерительные приборы я имею в виду? Это декомпрессиметры или ботом таймеры. То есть это те приборы, которые будут нам показывать по минимуму глубину и время, а по максимуму еще и рассчитывать наш профиль и график декомпрессии. Итак, приборы, как я уже сказал, существуют двух видов. Это приборы-ботом таймеры. Они достаточно дешевы, очень надежны, но дают нам минимум информации. При этом используя эти приборы, нам надо обязательно иметь с собой план. Нам надо его иметь в любом случае, но в этом случае мы будем пользоваться только планом. И в случае отхождения от плана нам будет необходимо как-то пересчитать свой профиль декомпрессии, что достаточно непросто сделать под водой. Удобство электронных декомпрессиметров состоит в том, что они могут рассчитать изменения профиля нашей декомпрессии, в случае если у нас произошли непредвиденные изменения в плане нашего погружения. Это, конечно, внештатная ситуация, допускать ее нельзя, но, как вы знаете, все может случиться. В этом случае декомпрессиметр очень удобен. Современные декомпрессиметры, практически все сейчас, они используют алгоритм градиент-фактора для расчета декомпрессии. Он основан на алгоритме Бульмана. Современные декомпрессиметры позволяют использовать достаточно много смесей, от 6 до 10 смесей, что очень удобно. Также они позволяют планировать погружение, потому что практически в каждом декомпрессиметре встроен свой планировщик. Следующим очень важным компонентом нашего снаряжения будет термозащита, а именно костюм. Для технического дайвинга в основном всегда используется сухой гидрокостюм, то есть гидрокостюм сухого типа. Почему? Во-первых, он имеет более прочный материал поверхностный, соответственно, он менее подвержен повреждениям. Это очень важно, когда вы ныряете куда-то в надголовные среды. И второе, он является дублирующим снаряжением для контроля вашей плавучести. Сухие костюмы бывают двух типов, неопреновые и триламинатные или биламинатные. Неопреновые костюмы, в принципе, сейчас мало популярны, потому что на самом деле они по прочности не сильно отличаются от обычных неопреновых костюмов. Да, они предоставляют лучшую термоизоляцию, чем костюмы из биламинатных, триламинатных композитных тканей, но при этом они более тяжелые и с ними очень неудобно путешествовать. Костюмы из композитных же тканей, они, во-первых, более прочные, они более легкие, крой их позволяет не сковывать движения. Кстати, при выборе костюма очень важно, обязательно костюм сухой нужно мерить. Не все костюмы имеют хороший крой. В некоторых костюмах очень сильно кроем ограничена подвижность рук. То есть вы пытаетесь дотянуться до вентиля назад, а костюм вам не дает. То есть рукой вы спокойно достаете и до вентиля, и ниже, но из-за кроя костюма у вас просто нет возможности поднять руку. И в результате вы имеете такой костюм, в котором, в принципе, вы не можете нырять технические погружения, потому что вы сами себе помощь оказать не сможете в нем. К вашему сухому костюму очень важно подобрать правильную поддеву. То есть поддева в сухом костюме, особенно из композитного материала, является именно тем элементом, который обеспечивает вашу термозащиту. И тут сейчас рынок предлагает огромное количество всевозможных вариантов из различных тканей. Помните, чем толще ваша поддева, тем больше вам придется компенсировать ее плавучесть. То есть тем больше вам придется брать грузов. Почему же терморегуляция так важна в техническом дайвинге? Но для этого есть, в принципе, четыре основных причины. Во-первых, переохлаждение нарушает периферийное кровоснабжение. И, соответственно, оно увеличивает, во-первых, риск ДКБ, возникновение ДКБ. Второе, оно увеличивает риск кислородной интоксикации. Оно увеличивает уровень стресса в результате переохлаждения. И оно также увеличивает степень азотного наркоза. Как видите, если вы неправильно подберете себе поддеву и гидрокостюм, то вы можете, кроме того, что вы просто банально замерзнете, получить еще целый ряд серьезных проблем. Вы можете спросить, ну а как же быть в тропических странах, где жарко, где в гидрокостюме сухого типа, просто даже на поверхности находиться очень трудно. Да и вода очень теплая, там не нужна такая сильная термоизоляция. Да, в таких странах очень часто используют для технических погружений гидрокостюмы мокрого типа. Но не следует забывать, что в этом случае вам понадобится крыло, которое имеет две независимых камеры, так называемое двухкамерное крыло, чтобы дублировать ваш компенсатор плавучести. Следующий компонент снаряжения – это грузовые системы. В техническом дайвинге используют систему несбрасываемых грузов, то есть груза жестко закреплены на вашем снаряжении. В спарке это может быть V-груз, который мы размещаем между баллонами и прижимаем его спинкой, либо H-груз, который одевается на шпильке спарки и крепится болтами, либо это могут быть груза, которые крепятся с помощью ремней непосредственно на баллонах. Эта система на самом деле является далеко не идеальной, потому что это дополнительные выступающие элементы, и они создают дополнительные точки зацепа. Поэтому оптимально является либо V, либо H-груза, который мы крепим к спарке. Также, например, в системах сайдемаунта используются карманы, но эти карманы вшиты в подвеску, они находятся на спине дайвера, и оттуда груз потерять тоже невозможно, потому что они с одной стороны накрыты крылом, а с другой стороны находится спина дайвера, то есть находится между крылом и спиной. V-груза для спарок бывают наборные. Это очень удобный девайс, очень, правда, его непросто найти, но в принципе, ребята, многие сами изготавливают себе, ничего сложного в этом нет. Вы спросите, а почему в техническом дайвинге используют несбрасываемую систему грузов? А все очень просто. Ведь для технического дайвинга всплыть на поверхность, пропустив декообязательство, равносильно смерти, поэтому вариант сбросить груза и всплыть на поверхность в техническом дайвинге просто даже не рассматривается. Соответственно, и необходимость в сбрасываемых грузах у нас отсутствует, и сбрасываемые груза скорее являться будут для нас опасностью, потому что в случае потери таких грузов мы можем просто погибнуть от того, что всплывем на поверхность, не выполнив наши декообязательства. Режущий инструмент. Каждый технический дайвер с собой всегда имеет какой-либо режущий инструмент для освобождения в случае запутывания. Какой это может быть инструмент? Это может быть нож, это может быть стропорез, это могут быть ножницы, это может быть секатор. Как правило, имеется всегда два режущих инструмента, основной и дублирующий. Располагаются они так, чтобы любой из них можно было взять любой из ваших рук. То есть он доступен с любой руки. То есть если вы расположили один из режущих инструментов так, что можете использовать его только одной рукой, это неправильно. То есть очень часто встречается то, что крепят маленький стропорез непосредственно на руке, на ремнях компьютера, но при этом вы можете свой использовать только одной рукой. Этой рукой вы уже его не достанете. И если у вас эта рука будет заблокирована, вы его никак не достанете, не сможете использовать. Поэтому располагайте режущий инструмент, чтобы было удобно. Это в зоне пояса пояса или в зоне на груди. То есть можно расположить его на лямках, можно расположить его на гофре инфлятора. Также можно режущий инструмент располагать в карманах, так, чтобы мы могли его достать и правой, и левой рукой. Следующим элементом нашего снаряжения являются катушки и шпульки. Шпулька, как правило, делается из пластика. На ней намотан линь. И длина линя составляет минимум 15 метров. Для чего он нам нужен? К линю мы привязываем буй. И этот буй мы можем использовать как для обозначения точки всплытия, так и как опору для прохождения декомпрессии. Шпульку следует выбирать по тем параметрам, что, во-первых, она была компактна. Во-вторых, она должна позволять вам запускать буй в том снаряжении, в котором вы ныряете. Я сейчас говорю о сухих перчатках. Дело в том, что в некоторых шпульках очень маленькое центральное отверстие. И очень тяжело совершить запуск боя, используя сухие перчатки. Поэтому смотрите, пожалуйста. Выбирайте себе шпульку, такую, с которой вы можете работать как в сухих, так и в мокрых перчатках. Как уже я сказал чуть раньше, еще одним элементом снаряжения являются буй. Для чего они используются, я тоже сказал. Буй бывают замкнутого типа, то есть он полностью закрыт и имеет стравливающий клапан. Бывают полузамкнутого типа, это когда буй имеет внутри клапан, который запирается под давлением воздуха. И бывают открытого типа буи. Вот последний в техническом дайвинге использовать я не рекомендую. Также еще буи делятся на сигнальные и аварийные. Традиционным цветом для сигнального боя служит оранжевый. Если вы заранее не обговорили с командой, что запуск желтого боя является сигналом об аварийной ситуации, никто на него не прореагирует. Потому что никто не знает, что у вас желтый буй является аварийным. К сожалению, система, которая применяется в техническом дайвинге, она в рекреационном не распространена. И если рядом с вами находятся корабли или какие-то лодки, на которых ныряют рекреационные дайверы, то желтый сигнал боя для них вообще абсолютно ничего не значит. Еще один элемент снаряжения, о котором бы я хотел упомянуть, это источники света. То есть это фонари. В техническом дайвинге используют как канистровые, так и корпусные фонари. Фонари делятся на два типа. Это основной свет и бэкапный, запасной цвет. При развитии современных технологий использование канистровых фонарей постепенно уходит на задний план. Потому что современные аккумуляторы позволяют сделать достаточно компактный фонарь с долгим сроком работы в компактном корпусе. И нет смысла использовать канистру и тянуть корт. То есть это у нас и дополнительные точки отказа, и дополнительные точки зацепа. Ну и, наверное, последним элементом снаряжения, о котором бы я хотел упомянуть, это ласты. Если бы обращали внимание, то технические дайверы в основном используют жесткие резиновые ласты. Почему? Дело в том, что все снаряжение технического дайвера создаёт достаточно большое сопротивление при движении. И те ласты, которые прекрасно работают в рекреации, когда у вас снаряжение очень обтекаемое, его достаточно мало, перестают просто работать в техническом дайвинге. То есть вы ими гребёте, а движения не происходят. Особенно это ярко проявляется на течениях. Поэтому выбор очевиден. Жёсткие резиновые ласты любого производителя. Что бы я хотел сказать в заключении. Ребята, не спешите покупать своё снаряжение. Обязательно протестируйте разные модели. Посмотрите, что подходит именно вам. Очень легко купить снаряжение, потом его очень тяжело продать. Помните, если вы купите снаряжение, которое не подходит вам по тем или иным параметрам, вы получите вместо удовольствия от погружения потенциальной опасности для вашей жизни и здоровья. Погружайтесь безопасно!